Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадёт, совсем мёртвый будешь. Совет от МЧС прост. Ходить подальше от балконов, карнизов и крыш домов и объяснять детям, почему запрещается играть на этих опасных участках. Для того, чтобы сократить путь, не заходите за огороженные лентами опасные участки тротуаров. Если есть такая возможность, сбивайте сосульки, чистите крыши от снеговой нагрузки. Сосульки появляются постепенно. При оттепелях снег на крыше домов тает, а ночью, когда температура воздуха опускается ниже нуля, талая вода замерзает. Так и образовывается нависшая опасность. Её длина может быть от нескольких сантиметров до нескольких метров. При падении хрустальный наледь может достигать весьма приличной скорости – до 60 км в час. Если она упадёт на голову прохожему, то в лучшем случае приведётся трясению мозга в худшем – гибели. Ответственность за снежные шапки и леденцы несут организации, у которых дом числится на балансе. Например, это трёхэтажка на Минской, 17, зона ЖУ номер 1. Если человек не знает, за кем закреплено потенциально опасное здание, можно позвонить в единый центр по вопросам ЖКХ на номер 115. Специалисты отреагируют и устранят проблему. Собьют наледь с крыш, карнизов балконов, проводов и водосточных труб. Ежедневно проходят обследования, плюс мы ещё работаем со службой 115, которая поступает нам в заявки. Мы сразу выходим, обследуем и сразу устраняем. Проходим инструктажи охраны труда, даём средства безопасности, огораживаем территорию, ставим людей с жилетами, чтобы люди не попадали в зону риска. Кроме того, на сайте 115 Белл можно загрузить фотографию сосулек, которые выросли на крыше дома. В ответном письме коммунальники не только сообщат о решении проблемы, но и также пришлют снимок, подтверждающий этот факт. Что же касается магазинов и торговых центров, то здесь ответственность лежит на собственниках.